Бегущий ведущий Это шокирующее интервью Бегущий ведущий Разговор со звездой Бегущий ведущий Это Алексей Бегун Мой секрет прост Я вообще не знаю, что будет завтра А, ну всё понятно, там чаю напьёшься, покуришь чего-то там, говорит, да, и тебе любовь и счастье, да Реальность иногда бьёт кирпичом, да, вот по разным местам Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек тебе учитель Чтобы что-то дать, надо откуда-то взять Силы были, я их реализовал Это не понять, пока ты это не попробуешь Вот это факап у бегуна Встал он против меня и ножкой потоптывал такой с бокалом виски Чувствуйте, что вообще вам хочется послать меня куда подальше Пошлите, если вам от этого станет легче, я за вас рад Чтобы вокруг не происходило, больше позитива, друзья, больше позитива Бегущий ведущий У нас самый-самый добрый эфир в начале этого года Самый светлый эфир, наверное, даже всего 2020 года Вот так вот я уже загадываю Потому что ко мне пришёл светлый человек Виктор Агафонов Он же Вектор Файв Привет! Всем привет! Вот, 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 именно так Как настрой? Настрой хороший А у тебя всегда же должен быть настрой Вот, судя по твоей группе ВКонтакте, заходишь, судя по твоим песням, понимаешь, что так, человек вообще никогда не грустит Да не, ну обманываться не будем Вот, все мы люди, все мы человеки Бывают разные состояния, ощущения уж тем более в Питере Вот, просто как раз таки умею себя направить в позитив Так скажем, да, есть, так скажем, внутренняя кнопочка, так, ты её переключаешь и всё Как бы, ну что грустить, хорай Как она выглядит, эта внутренняя кнопочка? Как её настроить, эту внутреннюю кнопочку? И возможно ли всем её так настроить легко? Я думаю, что да, абсолютно, просто, есть такая штука, как «внимание» называется, казалось бы, да, «внимание-внимание», да? Ах, тонк! Да, просто если ты в своём внимании находишься долго в печали, и ты себя погружаешь туда дальше, то, как бы, ну, чего ожидать? Да, в какой-то момент ты просто задумываешься, а стоит ли там сидеть? Как бы, чего ты ждёшь, что ты хочешь, что тебе не хватает, в чём проблема? Ты понимаешь, что проблема-то в тебе, ты чё-то ждёшь Ты себя каждый день грузишь таким вопросом? Нет, нет, это как бы уже в какой-то момент произошло, и всё Я просто в какой-то момент думаю, так, чё я печальюсь-то? Да чё я страдаю фигнёй? Чего горевать? Да, чё горевать? Будем радоваться жизни, жизнь продолжается И вот так вот по щелчку наступает весёлое настроение, и ты начинаешь делать своё творчество? Как правило, как правило, не сказать, что прямо одного щелчка, иногда, может быть, их надо три Вот, опять же, все мы люди-человеки, живые, разные бывают состояния, ощущения, вот, потому что сталкиваешься постоянно с чем-то, да, есть, есть иногда мечты, есть ожидания, есть реальность, вот, а реальность иногда бьёт кирпичом, да, вот по разным местам, вот Жизнь бьёт ключом, реальность бьёт кирпичом Да Иногда, да, но ты понимаешь, что эти, если кирпичики эти собрать, можно и домик построить Ага Вот, главное мыслить позитивно, да, поэтому, как я и пою в своей песне, что бы вокруг ни происходило, больше позитива, друзья, больше позитива Больше позитива? А вот скажи, пожалуйста, твои песни, это какая-то пропаганда, это какой-то призыв, может быть, это проповедь, как ты сам на своё творчество смотришь, как ты его называешь? Характеризуешь Характеризую посыл Посыл Такой, да, месседж, как сегодня, да Ага Вот, хотя если брать изначально именно проект Vector5, для меня было изначально таким посланием, может быть, даже если в кавычках громко сказать такой миссией, вот, мне хотелось что-то наносить, доброе, светлое, вдохновляющее, вот, что-то, чтобы вдохновляло людей И меня радует, что вот уже на протяжении где-то 8,5 лет это получается, потому что приходят сообщения, приходят благодарности, люди пишут, что песни помогают им выходить из депрессии, из суицидов, и люди хотят жить после прослушивания, меня это радует То есть ты вот такую ношу на себя взял, что я буду вытаскивать из депрессии, суицидов и дарить людям радость? Да не могу сказать, что это ноша, вот, просто мне это нравится Тебя самого колбасит это штырит? Да, мне это нравится А какая ответственность от такого творчества? Есть ли она вообще? Ответственность быть честным с собой, с другими Вот, потому что, ну, здесь нельзя врать себе, да, и тем более врать другим, если ты сам не умеешь быть в позитиве, если ты сам не умеешь вылазить, так скажем, из внутренней ямы А жизнь такая, что, как бы, разные волны, процессы происходят, иногда кажется, что, вот, уже все супер, все хорошо, и только в гору, но что-то происходит, да, какие-то моменты, и вот умение из этого Даже не то, что не вылазить, а спокойнее относиться ко всему, как бы, все, чему я учусь, и стараюсь быть в этом честным с собой, с другими, говорю, да, если ты упал, если я падаю, самое главное, уметь встать и оттряхнуться, и все И сказать, признать себе, что ты упал, нормально А ты учишь чему-нибудь? Я, нет, я делюсь просто, вот, я раньше, да, когда было, так скажем, такого эго еще подростка, скажем, да, или человека, который играл в такого спасителя, да, спасителя, скажем так, да, вот Есть такой этап в жизни, да, есть, есть и бывает в жизни каждого, кто к чему-то стремится или идет, и я из него вышел, я говорю, что я просто делюсь, да, у меня есть концерты, где люди действительно приходят слушать, и я делюсь много мыслями, чувствами, ощущениями, ощущениями, есть о чем поделиться, так скажем, есть Личная жизнь с точки зрения развития и там и духовности, корень слова дух, то, что растит дух, воспитывает дух Я говорю, что я просто, друзья, делюсь с вами своим мироощущением, мировосприятием, если вас вдохновляет, я рад, если нет, ничего страшного Если чувствуете, что вообще вам хочется послать меня куда подальше, пошлите, если вам от этого станет легче, я за вас рад Вот, да, потому что ни к чему принужнать я не хочу, пускай все, кому надо, тот услышит то, что ему нужно А скажи, пожалуйста, ты выпустил свой альбом, совсем недавно, альбом называется «Восемь» Да, год назад Год назад? Да Год это факап у бегуна, а я думал, что он в конце прошлого года, ну, в смысле, 19-го вышел То есть году, альбому год Да, альбом уже год А-а-а, а сейчас ты чем занимаешься, я думал, ты как раз отдыхаешь, только что выпустил альбом А ты, оказывается, уже девятый, по-другому монтируешь Да, да, сейчас На каком этапе он? Ну, где-то одна третья Вернемся к альбому «Восемь», сколько сил было вложено в написание этого альбома? Сил? Сил Я не знаю, как это оценить, вообще расценивать Ну, как ты это видишь? Силы, силы были, я их реализовал Мне будет... В общем, понятно Сейчас задам самый банальный вопрос Но все-таки, а вот вдохновение, откуда черпаешь, вот, к восьмому альбому? Как ты черпал? Да как? Я стараюсь всегда переходить к сути вещей Что есть вдохновение? Вдохновение Разберем слово Вдох Вновение Новое Новое Веяние Ветер Как что-то, что наполняет тебя Так В природе, понимаешь, чтобы что-то дать, надо откуда-то взять Как бы, да, вот Может быть, я так вот немножечко с точки зрения такой эзотерики Вот Ну, в принципе, такова жизнь, да Мы все время где-то берем, что-то даем Да, вот этот энергообмен происходит Так же и здесь, чтобы что-то, так скажем, из себя Из тебя, чтобы что-то вышло Что-то вдохновляющее Тогда надо что-то вдохновляющее И вдохнуть в себя, да, вот этот ветер Так Вот, как бы, мой секрет просто И мое сердце просто, так скажем, открыто И я впитываю мир Я просто наблюдаю, ощущаю, чувствую Я люблю природу Я люблю часто быть на природе И, в принципе, летом часто фестивали, на которых я выступаю Они проходят в горах, в лесах, в полях Вот Я люблю, честно говоря, уединение Я люблю сам гулять, много гулять Медитировать, молиться иногда Вот, дышать И много дышать Вот И я просто вот через это все впитываю Все, что я вижу Всю красоту, которую я наблюдаю Я такой по жизни еще наблюдатель Я все время в состоянии наблюдателя Вот И это позволяет очень многое приметить Увидеть, почувствовать И потом это отражается Просто Все, что ты в себя так вдыхаешь Вдыхаешь, наполняешь И потом она как бы Да И из тебя выходит уже То есть сначала впитываешь А потом выдаешь Конечно Много фотографий в интернете твоих Где ты играешь на разных музыкальных инструментах Разве? Ну, есть Ну, я называю музыкальным инструментом Все, что издает звук Катаралу у тебя Стол А возможно Если правильно использовать На микрофоне у тебя катараллы По-моему, называются эти штуки Кричнаитон их играют, например Да, да То есть Караталы Караталы Ну, я видишь, да Не музыканты То есть Как много у тебя в музыкальных инструментах Как ты создаешь музыку вообще Да, если говорить именно с музыкой На самом деле в этом плане Я любитель Я далеко не профессионал Я просто люблю И немножко делаю Это как бы Да И вроде бы что-то получается Вроде Восьмой альбом только что сделал Год назад И девятый уже Пилит потихонечку Да, поэтому я, честно говоря Вот Моя особенность в том, что я толком и нот не знаю И название аккордов толком не знаю Вот Я просто что-то беру Что-то пишу, делаю Вот что-то возникает в голове Я в основном работаю с аранжировщиками Я просто объясняю, что я хочу Либо я подбираю аккорды Да, прихожу, напеваю А они уже делают Да, я работаю с такими аранжировщиками Мультиинструменталистами Вот Они уже составляют, так скажем, эту рыбу Да Как там Ты приносишь скелет Они Да, да Они наращивают рыбу Мясо Вот А я уже дальше объясняю, что мне нравится Что не нравится Если мы видим смысл еще Позвать какого-то музыканта Жуоли Какой-то инструмент, который нам интересен То зовем А, вот как Да, потому что Было, допустим, у меня друзья мои Это проект эфир Из Таганрога Вот Кстати, друзья, которые у меня играют Они на куче инструментов И вот они реально ездят На машине по городам Простые ребята Скромные, но очень классные И у них с собой Там больше сорока инструментов Вот И я их затащил на студию Вот уже были готовы Там Песни, треки И вот Я говорю Так, мы включаем Вы что ощущаете И вперед И все И мы так много записали Там разных перкуссий Флейт Вот там В смысле Ты даешь им полную свободу действий? Да, да То есть Вот что хотите, то и делаете Как чувствуете? Да, да Как чувствуете Для меня самое важное А не бывают у тебя такое Что нет, ребят Четко-то не то Не, ну я могу сказать Фигню сыграл А я так чувствую И все и спор Вот Не, ну они же тоже Понимающие люди Понимаешь, что все Тоже Как-то должно Нравиться Вот А сам я Очень, честно говоря Очень что-то Просто пробовал У меня Долго не хватает Меня на что-то У меня было И укулеле Я потом ее продал Был глюкофон Вот Такой похожий на Ханг Такой маленький Я играл одно время Вот, был кахон Вот Перкуссионно-ударный Такой инструмент Мне он тоже нравился Я тоже продал Потом Мне, кстати, год назад Была распродажа моих инструментов Ты только что говорил Что Во, во Вот мне нравится Была распродажа моих инструментов Я, кстати, собирал деньги на альбом Да Про деньги мы еще поговорим попозже Так я тебе говорю Что ты играешь На множестве музыкальных Дома Нет Ну я там продал Весь свой оркестр Да, это немножко совсем Вот Потому что Я видел Ты знаешь, я видел фанатов Вот Музыкальных Когда ты приходишь И там отдельная комната Вот так же Как вот У друга С моего Андрея Ясинского Вот он композитор И на этнических инструментах Вот у него Заходишь в комнату У него, кстати, комната Похожа Вот на Вашу студию На студию шока Вот И вот она вся завалена Инструментами Причем настолько Что я даже названия Их не знаю Вот человек просто едет Выступает Очередную покупает Приносит Кладет И я понимаю Что там у него столько денег Вообще Разных И он Некоторые не доходит До них Вот А у меня так Честно Вот Понемножечку Ну у тебя фетиша нету Просто музыкальные инструменты Собирать Да У меня нет своей квартиры Просто знаешь Буду Буду проще Легче И как-то Возить Ну даже вот Когда год назад Я распродал Честно говоря Я посмотрел На то что у меня есть И я понял Что они мне послужили Все как бы Пора дать им Дыхание Жизнь дальше Может быть Они нужны сейчас Больше другим Я там продал Одну гитару Которая у меня была Первая гитара Восемь лет Вот Кофон Глюкофон У меня был Тогда еще Чайный набор Огромный Для китайских церемоний Да Вот иногда Такое время Происходит Когда Понимаешь Надо Немножечко себя Освободить Чтобы что-то Впустить новое Так скажем Поэтому сейчас Со мной Ездит в основном Гитара Коротал Или шейкер И компьютер И все И микрофон Альбом Восемь и восемь песен Это вот Случайность Символизм Какой-то определенный Потому что Если посмотреть На обложку альбома У тебя очки В форме бесконечности Восьмерочка Плюс ко всему Внизу еще такие Спирали ДНК Которые восьмерку Показывают Это какой-то Такой заморач Ты прямо Ко всему Относишься Вот так вот Скрупулезно Вот Все должно быть символично Да не обязательно Иногда Ты знаешь Есть такое понятие Ом намо Все само Как-то Все сложилось Все пришлось Иногда Даже заморачиваться Не надо Когда ты Умеешь Просто Вот жить Здесь и сейчас А не базарить Об этом Да много Разговаривать Просто уметь Радоваться моменту И Быть вот в состоянии Потока жизни Ловить вот эту волну Немножко чувствовать Да вот это Ты нутром Ощущаешь Чувствуешь И как-то Хоп И оно приходит Как-то Все сходится Не знаю Мне кажется Может быть Я везучий человек В чем-то Потому что Когда некоторые Спрашивают Как ты Умудрился Столько писем Написать Да Столько альбомов Вот Я не знаю Честно говоря Как-то Происходит Может быть Может быть Я этому Открыть Настолько Вот Может быть Я это Настолько Пропускаю Через себя Но При этом Мне как-то И везет С людьми Которые Приходят И которые Поддерживают И те Аранжировщики С которыми Я работал Их было Три человека На протяжении Этих Восьми с половиной лет Вот И было интересно И продолжает Быть интересным И когда я Задумывался Об этом Как Почему Как-то Удивительно Мною И хорошо А ты веришь В эту Вот историю С материализацией Мысли Отправить Мысли Во вселенную И она тебе Ответит Я Мыслю О том Что Есть Другое Определение Говорит Где Внимание Там Энергия И если ты Начинаешь Следить За своим Вниманием По сути Мы живем В таком Обществе Где Проблема У людей Как раз таки С вниманием Рассеянное Рассеянное Рассредоточенное Внимание И в этом На самом деле Причина всего И когда ты Начинаешь Отслеживать Эти моменты Где-то лет Пять назад Ты начал Заниматься Медитациями И это Стало Прям очень Очевидно И ясно Когда ты Направляешь Внимание В дело Да Потому что Некоторых Когда уже Просто общаешься Разные люди Уже ко мне Притягиваются В разные города Которые хотят Пообщаться И те Кто там Занимается Какими-то Практиками Развивающими Те Кто занимается Разными Бизнесами Им Интересен Я Как личность Как человек И мы Общаемся На разные Темы И вот Как раз таки Эти Тему Внимание И сосредоточивание Сосредоточивание Да Потому что Там Успех Да Говорю Что такое Успех Говорю Сколько ты Времени Уделил Данному Процессу Сколько ты Отдал Делу Да Тому или иному Для того Чтобы она Была Успешная Вот Говорю Определи Это Почитай Посмотри И Насколько ты Это усердно Делал Насколько ты Действительно Направлял Туда Мысль Чувство Состояние Сердце Потому что Когда Вот там Твое Внимание Твое Сердце Твоя душа Ты этим Живешь Это Начинает Двигаться Развиваться Когда Говорю Ты Везде И нигде Говорю Ну Ты Чего Хочешь Поэтому На самом деле Просто Каждый Может Это Проверить Вот и Все Как Научиться Акцентировать Так Внимание Что Прям Вот Весь Там И Все Постепенно О Медитациях Еще Попозже Поговорим Сейчас Поднимем Тему Сразу Прошу Прощения И Если Вдруг Тебе Что Не Хочется Говорить Ты Можешь Прям Так Сразу И Говорить Потому что Не Хочется В это Лезть Но Все Так Немножечко Обсудим Какой У тебя Основной Источник Дохода Это Музыка Да На самом Деле Последние Несколько Лет И Только То Чем Меня Кормит Музыка Тем Я И Живу Я Даже Не Назвал Это Таким Прям Доходом Это Такое Состояние В котором Ты Живешь И Получаешь Благодарности За То Что Делаешь Так Скажем Ну Хорошо Но Творчество Все Деньги Забирает На Записи На Студии На Инструменты Или Она Сама Как-то Приходит Есть Такое У Тебя В Группе Есть Тема Про Донат И Как Донатят Много Нет Я Не Налоговая Не Так Как Хотелось Но Реально На Всегда Сходятся Финансы Ровно Настолько Чтобы Записать Альбом Я За Это Благодарен И Собственно Я Изначально Пишу Что Как Тем Кому Нравится Поклонникам Творчества Кавычка Фанатам Кому Нравится Они Скидываются На Альбом Я Записываю Потом Выкладываю В сети Его Могут Все Послушать Ну То Альбом Ты Уже Никуда Не Продаешь Все Ты Там И Внимание Да Здесь У меня Как бы Я Честно Говоря Тут Еще Кадр Я Все Пытаюсь Все Альбомы На Флешечку Собрать И Продавать Эту Флешечку Но Надо Заказать Эти Флешечки А Я Все Думаю Сейчас Сейчас И У меня Что-то Год Проходит Два Там Нет Внимания Надо Сесть Просто Сделать А С Какими Сообщениями Приходят Донаты По-любому Жи пишут Самое Яркое Сообщение Да Разные Разные Я тебе могу Сказать Что буквально Пока я Сюда Ехал Вот Мне Сегодня Писал Человек Причем Что Самое Удивительное Что Человек Написал С Украины Вот Что Меня Вообще Порой Очень Люди Удивляют И Радуют Вот И Человек Отправил Через Одну Платежную Систему Вот Достаточно Причем Приличную Суму Вот И Написал Эти Деньги Можете Реализовать На запись Последнего Альбома Высылать Альбом Необязательно Желаю Успехов С одним Спасенным Тысячи Спасутся Вот Такое Я пишу Благо Принимаю И благодарю Да Пребудет С нами Сила Ом Вот Такие Люди Удивительные Вот То есть У тебя Интересная Жизнь Неизвестно Откуда Прилетит Абсолютно Я Вообще Не знаю Что будет Завтра Вот Я порой Не знаю Как у меня Построится Гастрольный График Какой-то Вот Потому что Бывает Очень Насыщенный Бывает Немножечко Такое Непонятно Сейчас Такой Декабрь Январь Я в основном Сейчас В Питере Я только В Москву Съездил Разочек Все Но Было Интересно Несколько Выступлений Здесь Вот И вот Только Сейчас В конце Поеду Новосибирск Полечен На выступление Позвали Ладно Ты сам перевел На эту тему По поводу Донатов Друзья мои Заходим К Виктору В группу Вектор 5 Сразу же На эту группу Подписываемся И там Счет Буквально Сразу видно Прям в статусе И туда Отправляем Вот такие Интересные сообщения И такие Интересные суммы Ну и плюс ко всему Естественно Конечно же Друзья мои Сразу под видео Вот ссылочка И на Виктора Будет И ссылочка Самая верхняя Это Задонатить нам Помочь проекту Помогая нашему проекту Задонатив любую сумму Мы вас вписываем В титры Как наш спонсор Поэтому друзья мои Тоже будьте с нами И мы делаем Блага для вас И поблагодарим Обязательно Надо верить Надо верить Верим А мы еще как верим Мы вас верим А куда деваться А куда деваться Ладно По поводу гастроли Ты сказал Расскажи пожалуйста Вообще Как проходят Твои концерты А по разному Ну есть собственно С концертами Две программы Одном В формате Квартирников Да Я под гитару Просто сижу Играю Пою Вот Все там Минимально Минимально звука Вот Это будет абсолютно Разные залы Но как правило Поскольку Я больше в такой Тусовка этнической Ёжной Зожной Ёжной Зожной Да Эзотерической Иногда мистической Да Бывают очень Интересные места Вот поэтому Как правило Это бывает Чайные Но я очень люблю Эти места С чайком Ты любитель чая Очень большой Да Вот В этом я люблю Концерты в чайных Вот такие Квартирнички Они бывают В йога студиях Вот Они бывают В квартирах В квартирниках Да Бывают реально Такие Интересные Ну хорошо Места одно А как это все проходит То есть ты выходишь И начинаешь петь Все спокойно Медитируют Одновременно Слушают Или танцуют Или Или Кому что Как ощущается Не Ну я выхожу Сажусь Все Приветствую всех А у тебя есть Тут общение С залом Постоянное Бесконечное С залом Ну я делюсь Как я говорю Что Есть некий Такой поток Мыслей Я просто делюсь Ими Если кто-то Что-то Ну вдруг Скажет Ну я могу Ответить Конечно Вот И там Есть вопросы Я отвечаю По-разному И как правило То есть Ну стараясь Больше петь Вот чем Говорить Но бывают Разные моменты Иногда я могу На самом деле Заговориться И минут 40 И минут 40 О чем Делиться Мы на концерт Пришли А ты тут Лекции Читаешь На самом деле Как правило Большинство Достаточно Это ценят Благодарят Вот Разно То есть Вот так А есть Танцевальники Вот Танцевальник Ну я такое Название Да Вот Там я выступаю Под аранжировки Пою И так скажем Качаю Позитивные вибрации Они проходят Вообще В разных местах И в парах И в барах В пабах В клубах Вот Просто В арендованных Каких-то помещениях Вот Привозят Там Привозят оборудование Друзья Либо организаторы И все Я просто пою Качаю Люди танцуют Все Люди танцуют Радуются Иногда Там есть организатор Который еще хороводики Заводит Потому что Очень вдохновляющая штука Она очень такая Интересная Ну Это не понять Пока ты это не попробуешь А как ты настраиваешься На выступление У тебя есть там Какая-то история Чтобы настроиться Либо помедитировать Перед выступлением У меня все пуэрчик завариваю И все Секрет великолепного выступления Просто пуэрчик Да Чаек Да Здесь особо настроен Не нужен Потому что Мне это нравится Вот Это уже как бы Часть тебя И в принципе Может быть иногда Ты знаешь Волнительно только Когда ты С новым материалом Как бы Когда новый альбом А презентуешь его И понимаешь Что ты еще Не прочувствовала Да Потому что еще нет В нем опыта Выступления Вот И вот здесь Мандраж Как правило А так Всегда уже чувствуешь Себя Какой-то Своей тарелки Ну и честно говоря Я себе дал Внутреннее состояние Опять же Чтобы не происходило Я понял Что жизнь Многогранная И я учился И учусь Чтобы спокойно Чтобы спокойно Относиться Потому что Всегда что-то Происходит Какие-то Кадры Приходят Какие-то Иногда ЧП Происходят Моменты Чем проще Ты относишься Тем удивительные Продолжения Вот Или интереснее Даже А какой у тебя Самый-самый-самый Необычный случай На концерте Если ты уже говоришь Про ЧП Про кадры Да слушай Разные Иногда Я как-то Вот Выступал На Красной Поляне В Сочи В горах Там В одном джаз Баре Меня позвали И был танцевальничек Я танцевал Качал Вот Но пришел Один такой Паренечек Мужик Здоровый Такой Да И невменяемый Так Ну он такой Уже подвыпивший Было Ему видимо Было мало Он решил еще Выпить Он был здоровый И неспокойный Вот И явно Другие не очень Хотели танцевать Из-за этого Остальные Там было Сколько там Человек 25-30 Они просто Тихонько Сидели Попивали У кого что И наблюдали Я честно говоря Наблюдал за ним И внутри себя Горел Уйди Уйди отсюда Иди в другое место Прости Вот Особенно Я часто Когда пою Я закрываю глаза И в какой-то момент Я просто открываю глаза Он передо мной Стоит На Знаете как Ну буквально В полтора метрах От меня Вот Я такой Ёлки-палки Вот И В какой-то момент Я думаю Да что я негативлю на него Ну чувака Что-то произошло Что-то у него Он еще знаете Выходил Приходил Будет покурить Зайдет Опять ходит Ну единственный Кто танцевал Он такой вот Перестал он против меня И ножкой потоптывал Такой с бокалом Виски Ну вот Удивительно Произошло Когда я просто Перестал на него Негативить Я думаю Да ладно Слушай Я внутри себя сказал Чувак Посылай тебе любовь Будь счастлив Просто Отпустил Да Отпустил Пожелал ему Счастья Любви Он в ту же минуту Собрался И ушел Все Вискарь кончился Не вот реально И все расслабились Как-то Хоп И это Я понял Просто Надо в себе Вот это отпускать Вот такие моменты Вот Бывает Есть люди Просто провокаторы У меня был один Квартирничек Бывает У тебя Я хотел спросить Про хейтеров Потом думаю Тут такое творчество Какие хейтеры могут быть Есть Разного рода Просто Ну вот Я же говорю Квартирничка Я же задеваю На квартирниках Достаточно Такие Душесчипательные Вопросы Например Вопросы Веры Религии Жизни Как бы Немножечко Да Но я просто делюсь Но люди по-разному Некоторые считают Что их чувство выше Чем чувство других Да Вот Но я считаю Все индивидуально И все же чувствуют Вот У меня был один концерт Сейчас Новороссийский Вот У друга У друга на квартире У него была такая Красивая Хорошая квартира Он говорит Разрешаю Давай У нее такая Лофт Ухня здоровая Такой Ну может себе Человек позволить Вот С красивым видом На море Все Он Да По кайфу было Да Я позвал Где-то собралась Буквально Человек 15 Мы тут вначале Вкусняшки Принесли Попили чай А потом сели Я начал петь Делиться И вот Одна женщина Такая Пришла В очках Умная Такая Знаете Ну вот По ней Сразу видно На нее Смотришь Такая За 40 Литератор Да Поешь о любви Ты поешь О искренности Поешь про чай Она говорит Она в какой-то момент Знаете Как бы так А ну все понятно Там чаю Напьешься Покуришь Чего-то там Говорит Да И тебе любовь И счастье Да Вот И это честно говоря Я внутренне Аж обалдел Немножко Потому что Она началась Потому что только есть Прочай Я только прощай Говорю друзья Вот Не я говорю Не я Я пою Про искренние На самом деле Чувства И так и есть И так далее Но я вижу Что она Не собирается Как бы что-то Понимать Да Ей хочется Поспорить Повыяснять И Я честно говоря Расслабился И просто понял Какой смысл Спорить Отпустил Я отпустил Да Остальные с ней Начали Выяснять Я сказал Успокойтесь Остановисто Я сказал Виктор Давай Вернемся К концертам И более К гастролям Кто Организовывает Твои гастроли Как это все происходит Ну Иногда Это просто Организовываю Я себе То есть Ты сам себе Да Ну В каком Ключе Как правило Вот Уже Где-то Последние года Три Мне допустим Просто Пишут И зовут Куда-то Да Выступает Неинтересно То есть Это просто Может быть Организатор Которому Понравился Моё творчество Да Либо Есть Именно Такие Поклонники Творчества Которые Говорят Нам Очень Нравится Вот Хотим Чтобы Ты Приехал Наш Город Что Нужно Я говорю Вот Что Нужно Райдер Есть Да Вот Такие Условия Простой Я говорю Вот Там Дорога Да Там Обеспечить Проживание Что Приехал Было Где Поспать И Что Поесть Там То есть Ты Не Пишешь Так Мне Значит Пятизвездочная Гостиница И Все Все Попроще Все Там Определенный Гонорар Пишу И Все Вот Вот Минимально Что Я Ожидаю Что Я Верю Все Дальше Мы Уже Списываемся Они Говорят Да Готовы Не Готовы Нельзя Вот Какие Есть Моменты Сколько Возможно Организовать Мероприятия Есть Такая Программа Есть Такая Программа Есть Такая Программа Давай Все Три Реализуем Тренинги По Голосу Провожу Давай Вот Либо Там Мы Остановимся На Двух Либо Одна Достаточно И Допустим Я Знаю Что У меня Куда То Зовут Значит Мне Уже Оплачивают Дорогу Гонорар Я понимаю Хоп Что Я Могу Еще Где-то Рядом Заехать Просто Поробовать Дать Концертик Я Пишу В эти Города Либо Друзьям Которые Есть Либо Спрашиваю Есть Ли Кто Из Знакомых Или Прикольные Места Где Можно Было Провести В таких Новых Местах Как Правило Я Делаю Такие Концерты По Донатам Потому Что Я Не Знаю Как Будет Что Будет Но Часто Получается Очень Успешно На самом Деле Удачно Потому Что Так Скажем Опять В своей Сфере Такой Своей Тусовки Народ Собирается И Порой Бывает Настолько Аншлаги Что Я Даже Удивляюсь От Что Иногда Я Планирую Концерты Заранее За месяц Там Платный Вход Там Скидки И так Далее И ты Не можешь Никак Собрать Людей А Здесь Как То Приезжаешь Донат И Как То Хоп И Вот Просто Волна Куча Людей Тебе И Денег Накидали И В гости Пригласили И В баньку Позвали И Происходит Либо Иногда Зовут Как Раз В Одно Место Я Пишу Другим Организаторам Рядом Говорю Вот Я Буду Здесь Если Вам Интересно Можете Меня Еще Позвать Сюда Вот На Дорогу Расходов Меньше Они Пишут Да Давай В таком Правило Ключи Происходит То Тебя Нет Ни Менеджера Ни Директора Ты Сам По Себе У Тебя Ребятки Собираемся Сделаем И Расходимся Как Говорится Ну Да Здесь Я Оплачиваю Непосредственно Услуги Мы Взаимодействуем Уже Несколько лет Дальше С музыкантами Иногда Есть Друзья Которые Иногда Со мной Играют Но Есть Жизнь Раньше Был у меня Состав Из Четырех Человек Я Благодарен Каждому Кто Был Кто Играл Со мной Вот Виталий Булат Петр Если вдруг Вы слушаете Каждый из вас Благодарю Что вы были Со мной На этом пути Вот Но Все это Не просто Достаточно Когда Уже Четыре Человека Куда-то Ехать Как правило Окупается Хорошо Дорога Окупается Один раз Я Свозил Всех Нас На юг Где Я вырос Устроил Концерты В Ростове В Краснодаре Мне просто Это обошлось Минус Минус 22 тысяч Я сказал Спасибо Я нас Не повезу Вот Поэтому Конечно В идеале Хочется Вот Недавно У меня Был Концерт Да В Москве В клубе Джалда Вот И Ну Хороший Хороший Концертик Душевный В принципе Было Нормально Людей Может быть Ни много Ни мало Где-то Человек 40-50 Танцевальника Все Ну вот Один там Написал Вот А было бы Круто С группой Я ему Пишу Было бы Круто Говорю Честно Я бы Такая реальность Того Чтобы Всех Привезти Сделать Да Еще Так Чтобы Было Всем Интересно Выгодно Чтоб Ты мог Что-то Есть Кроме Того Чтобы Быть Просто Энтузиастом Всего Жизни Без вопросов Если Был бы Такой Вот Скажем Доход Постоянный Ясный Понятный Вот А поэтому Когда Ты Как-то Вот Это Твой Кусок Хлеба Такой Вот С маслицем Небольшой Вот Поэтому И в дороге И когда Я договариваюсь Я стараюсь Всячески Минимизировать Какие-то Моменты Какие-то Арендные Процессы И так далее Всячески Вот С организатором Списываюсь Вот Сейчас Буквально На следующей неделе Сказал Новосибирск Полечу Вот С организатором Мы списываемся Списываемся Вот Я вам говорю Там У меня Скидывает Там зал Какой-то Я Ну Что ты Лезешь Есть Подешевле Есть Попроще Что ты Зачем Если можно Минимизировать Давай Минимизируем Процесс Вот Вот Так Да Поэтому Пока Приходится Как бы Самому Заниматься Этими Моментами Пока В этом В принципе Я не вижу Проблемы Верю Что Откроются Новые Какие-то Скажем Ворота В рай Вот Творчество И Продвижение Развития Хорошо Значит Какие-то Новые Концепции Войдут На данный момент Этого Достаточно Ну И мне На самом На самом деле На данный момент То, что происходит Ну вот Ты лишний раз Ни от кого Не зависишь Лишний раз Вот Никаких выяснений Требований И так далее Потому что Думаю Все мы люди Человеки Сталкивались Чем больше людей Тем больше Обстоятельств Какие-то Все что-то Хотят Это да Это да Гастроли У тебя Не только По России Да Иногда Бывает Ну За прошлый год Я был Где-то Раза по-моему Три В Казахстане Вот Один раз Был В Испании В Барселоне На фестивале Вот Open Heart Открытое сердце Да Вот Как-то в Эстонию Я ездил Выступал В одном Пабе Меня позвали Да Ну и раньше Когда у нас Не было проблем С нашими друзьями Вот Украина Вот Ездил Да Тоже были Концерты В Киеве В Одессе В Донецке Вот Ну Недавно Был В Луганске Да Но Это уже Отдельная Республика Отдельная История А в России Вообще В год В среднем Сколько городов Не знаю Не считал В принципе Я могу лишь сказать Что если Брать год То где-то Две трети Года Я в дороге У меня порой Даже в Питере Еще нужно поймать Вот Ну вот В этом году Кстати В конце Вот 19 Сейчас Так получилось Что в декабре Я практически Здесь Вот Это редкость Как правило Я там На югах Где-то Выступаю Виктор Скажи пожалуйста Кого ты можешь Назвать Своим Главным Учителем В жизни Да Жизнь Является Самым Главным Учителем Ты знаешь Мне нравится Одна поговорка Которую Я в последнее Время Часто цитирую Такая Старая Славянская Поговорка Она гласит Что Никто тебе Не друг Никто тебе Не враг Но каждый Человек Тебе Учитель Вот И когда Настраиваешься Ты на эту Волну Ты понимаешь Что Все Что происходит В твоей жизни Это Все Есть Столкновение С самим Собой И ты Через Все Это Учишься Поэтому Нечего Жаловаться Гневаться На людей И так Далее Вот Будь проще О себе Благодарней За жизнь И Становится Как-то Лучше Вот Вот Потому Вот Вот Реально Чем Больше Ты Негатив И Негатив И Жалости Ну Что Дает Жалость Ничего Это Тебя Не Дает Она Тебя Погружает Еще Больше В Это Состояние Вот Поэтому Я верю Что Ценность Жизни В том Что Она Есть Ценить То Мало Что У тебя Есть Вот Я Стараюсь Всегда Тоже Это Ценить Уважать Потому Что Конечно Есть Разного Рода Амбиции Желания Мечты Но Иногда Они Уносят Сносят Башню И До Добра Это Может Не Довести Иногда Потому Что Ты Иногда Сожалеешь Что Что Не Произошло И Так Далее Хотя Если Примечать И Смотреть Ты Видишь Что Побед Было Много И Много Было Чего За Что Действительно Стоит Благодарить И Ценить Поэтому Вот В этом И Есть Внимание Что Я Все Акцентирую Внимание На Это Внутри Благодарю И Понимаю Что Во Мне Этот Тумблер Он Переключается Вот Благодарный Человек Это Счастливый Человек Как Правило Такое Тождество Можно Подвести Человек Который Неблагодарен Ему Всегда Мало Сколько Бы Не Дали Это Это Сказка Рыбаки Рыбки Вот Собственно Вот Поэтому Учит Жизнь Основная И В каждом Человеке Я Стараюсь Видеть Для Себя Учителя Видеть Что Со Мной Не Так Почему Я Реагирую На того Делает Плохое Но Явно Он Несчастливый Человек Когда Ты Это Понимаешь Что Гораздо Проще Относятся К нему И Понимаешь Ну Чего Негативить В Сторон Хочется Пожелать Чтоб Человек Успокоился Сгармонизировался И научился Радоваться Жизни И Все Так Всему Этому Чему Где Ты Научился Или Все Это Так Приходит Как Потом Единый Пазл Складывается Или Как Это Все Происходит Ну Эта Жизнь Это Такой Свой Личный Духовный Путь Вот У меня Как-то Это Началось Подростковой Жизни Вот Я Начал Как-то Сам Молиться Меня Никто Ничего Не Учил Просто Я Задал Себе Несколько Вопросов И Начал На них Искать Ответы Задам Религиозный Вопрос Что В твоем Понимании Молиться Молитва Разговор С высшими Силами Ну То 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 Скорее Такие Скажем Мантры Афирмации Есть Такие Слова Дальше Это Такой Настрой Да Вот Те Которые Читаются Это Такое Конкретное Программное Обеспечивание Через Которое Такое Некое Религиозное Духовное Обеспечение Которое Ты Читаешь Ты Себя Вводишь В некое Состояние Транс Да Ощущение Раскрой Немножко Завесу Вот А молитва Я верю Это Искренний Разговор Твой С Богом Да Я просто Себе Будучи Ребенком Подростком Задал вопрос Нравится ли мне Мир Который Я вижу Я сказал Что в целом Да В нем Много Красиво Хотя Много И непонятного И много Странного И много Жуткого Разного Но тем не менее Много Красоты И Я подумал Что Ну вот У любой вещи Есть же Создатель Творец И я подумал Что я хочу Говорить с ним И спросил Мешает ли мне Кто-нибудь В этом Нет Я начал Говорить А дальше Какое-то Ощущение Было Я просто Говорил От сердца Я мог Уйти в лес Молиться Разговаривать Говорить о том Что на сердце Что я чувствую Что думаю Если надо Прокричаться И так далее Я просто Выносил Так скажем Этот ссор Изнутри себя И освобождался Вот И Я ощущал Какое-то присутствие Просто Высших сил Потому что Приходили ответы На молитвы Вот Потом постепенно Начал там Читать Библию И был конечно Большой промежуток Времени Где я был В религиозной Организации Такой протестантской Вот Это отдельная Песня Отдельной жизни Вот На самом деле Да Я говорил Что раньше Да Я стремился Там спасать И я был Миссионером Служителем Вот Пастырем Вот В свое время Потом Немножко Пошел дальше Так скажем Немножко Начал копать Глубже Вот И пошел В такие уже практики Да Энергетические Потому что Начал видеть Так скажем Какие-то причинно-следственные связи И для себя По крайней мере Увидел Что Библия для меня Не отвечает На многие вопросы Как бы Слишком много вопросов Под вопросом Вот И Как-то Это вывело меня Так скажем К медитациям Да По сути Медитация Это осознанное дыхание То есть Когда это Своё внимание Направляешь В дыхании В дыхании Понимая Что ты дышишь Ты живой Вот И Когда ты дышишь Спокойно Глубоко Ты начинаешь Чувствовать себя В этом мире Ощущать себя Поэтому Чем Помогает Медитация Да Она помогает Сгармонизироваться Она помогает Среди всего Всей суеты Что происходит Она помогает Чувствовать себя Ты подышал Глубоко Посидел Или прошелся Подышал И как-то Хоп Ты чувствуешь себя Во всем Потому что Тебя все время Будто Растаскивают Ты буквально Даже дома Если ты настроился Ты вышел на улицу Тебя кто-то Зацепил Кто-то на ногу Музычку Или каком-нибудь Релаксирующий Нейтральный Такой Хоп И все Подышу Так Все Спокойно Можно пойти Потому что Я честно Говорю Очень Не люблю Будничное Время Вот Все Просто Ну не знаете Для меня Ощущение Биомасс Просто Масса Людей Бегает И они Сами Не понимают Что Не хотят Реальность Они Думаю Что Они Понимают Они Думают Что А как Научиться Медитировать С нуля И возможно Или такое Вообще Да Все Возможно Сейчас В принципе Много Всякой Литературы Я думаю Что Что Может Сделать Каждый Это Просто Сесть И Сделать Максимально Глубокий Вдох И Максимально Глубокий Выдох Все И направить В это В это Время Вот Внимание Вдох Да Почувствовать Можно Еще В этом Пламе Помогает Когда Закрываешь Глаза И Как Бы Для Себя Как Зрением Смотришь На Кончик Носа Или Представляешь Вдали Как Б Такой Огонек Который Горит Вот Все И Максимально Глубокий Вдох И Выдох И Потребуется Какое Время Ну С тобой Что Как Будто Происходит Через Время Я делюсь Что Ощущение Когда Ты Дышишь Потому Что На самом Деле Ведь Все Живое Дышит Вся Вселенная Дышит Море Прилив Отлив Буддисты Говорят Все Бесконечно Расширяется И Потом Схлопывается Все Ничего Ничего Все Поэтому Мне кажется Дыхание Это ключ В принципе Ко всему К жизни И Нужно Остановиться Немножечко Остановиться Подышать И Прочувствовать Себя Во всей Этой Жизни Потому Что Горит Вся Правда В том Что Тебе Все Время Растаскивают Куда Теснему Куда Зовут Что Продают Новые Акции Новые Моменты Но Что Там Куда Туда Сюда Все Ты Идешь Заметили Как Нам Уже Рекламки Дают Ты Уже Идешь Тебе Просто Я Маршрут Заранее Выбираю Чтобы Мне Навстречу Шел Нет Заметьте Насколько Вот Этот Элемент Столь Быстро Разбивает С пути Ты Уже Забыл Подожди Куда Шел Что Я Хотел Как В мультике Помните А у вас Молоко Убежало Постойте Какое Молоко Вот На такой Ноте Мы Завершим Сегодняшний Эфир Есть Что На прощение Сказать Друзья Благодарю За Внимание Если Вы Это Слушали Надеюсь Вам Это Как Понравилось Как-то Вас Порадовало Слушайте Песни Вектор Вайф Их Там Много Они Очень Разные Не Судите По Одной Или Двум Песням На самом деле Там Много Разных Стилей Я Могу Лишь Сказать Что Я Делаю Все Искренне Я От Все Все Выходит Есть Хорош Просто Давайте Направим Внимание Туда Мне Хочется Вдохновить Каждого Чтобы Мы Научили Своё Внимание Направлять В хорошее Мы Научились Видеть Плохое А теперь Давайте Научимся Видеть Хорошее Благодарю Всех За Внимание Все Друзья Я Даже Ничего Добавлять Лишнего Не Буду Все И так Сказано Всем Пока Пока Прощаемся Счастливо Счастливо